В противоположном короле имения Куракинах, Степановское, Волосово, устроена императорская гостиная. Здесь мы видим портрет одного из владельцев этой усадьбы, князя Куракина. Из всех полукруглых окон открывается красивый вид на парк. Император Павел Первый, императрица Мария Федоровна. Это, кстати, подлинные картины, закупленные владельцем этого имения в последние годы. Вдалеке навальный портрет императора Александра Третьего. И, конечно же, еще одна роскошная хрустальная люстра. И мы продолжаем слушать экскурсию. Это гравюрная гостиная. Виды пригородов Петербурга. Колонна Орлов-Гачки. Отсюда открывается вид на парковый пейзажный такой уже портрет с обходами. Усадьба. Петергоф, Верхний сад. Излюбленная детища Павла Первого. Крепость Биб, построенная Бронной в Павловске. Картина-виды Тильзитского мира, 1807 год. И далее идут в жилые комнаты в боковом флигеле этого имения. Они сейчас находятся еще в стадии восстановления. Это жилые комнаты, которыми когда-то владели Куракины. Вот сейчас их постепенно восстанавливают. Но уже по большей частью и драпировки на окнах, и обои, и мебель. Все это уже стилизовано скорее под XIX век. Обычно, как правило, под такими стенами, когда реставрируют стену, находят остатки обоев. И по сохранившимся кусочкам эти обои восстанавливают. Тяжеловесная мебель. Это уже, конечно, стиль XIX века. Середина, вторая половина столетия. Надо же, чего тут только нет. Боковые лестницы, ведущие на второй этаж этого флигеля. Это не центральный корпус, а флигель. В одном из флигелей сейчас находятся комнаты хозяина этого дворца, Сергея Васильева. А вот этот флигель предназначен для гостей. Видимо, здесь когда-то будут либо выставочные комнаты, а может быть, будут комнаты для приема гостей, которые здесь будут приезжать, останавливаться на день-другой на выходной. Что провести прекрасное время в этой восстановленной подмосковной усадьбе. Точнее говоря, эта усадьба, она даже не подмосковная. Она находится в Зубцовском районе Тверской области, на самой границе с Шаховским районом Подмосковья.